Эфирное сияние, исходящее с площадки, на которой мы можем разбить лагерь, красиво играет с сапфировыми оттенками на фоне ночного неба и зовет наших друзей на отдых. Начнем эту часть с отдыха, друзья. В убежище Пальма, это 12-я часть 100% прохождения Final Fantasy XV. Давайте отдохнем, разобьем здесь лагерь, потому что нам нужно отдохнуть во всех лагерях, которые есть. Я уже отрубаюсь. Все равно сначала нужно поесть. Времени, конечно, немного на отдых у нас, но вот в убежище Пальма отдохнем. Так, и даже выберем что-то вкусное, что нам сейчас приготовит наш кулинар Игнис. Фирменная шаурма-механика. Шикарно. Но, к сожалению, у нас нету помидоров-убийц и ног-бюлет. Так. Ну давайте дикий кебаб сделаем. Только снят из костра, посмотрите, даже красота. Мы почти получили 15-й уровень. Так. Выживание. У него улучшен навык у кладиолуса, экстрактор эликсиров. Новый рецепт. Паровая рыба в масле открывается. Так. И почему-то, друзья, к сожалению, меня кикает. Не знаю почему. Ну давайте перезапустимся. Ну вот только интересно, с какого момента мы начнем. Потому что я все это время, пока бежал сюда, не сохранялся. Но если сейчас... С последней точки сейвпоинта... Тогда остановлю. Добегу до этого же лагеря. И мы продолжим. Так. А есть кнопка продолжить? Может быть она где-то поблизости нас... Реснет. Убежище Пальма. Но это девятый уровень. Фордпост в степи. Тринадцатый уровень. Но тоже не то, потому что 11 часов геймплея. Да, придется бежать. Придется бежать. А давайте посмотрим, откуда придется бежать. Игра окончена. Если максимум очков здоровья ногтиса упадет до нуля, игра завершится. Вы сможете загрузить последнее сохранение или вернуться на титульный экран. Я бы загрузил последнее сохранение. Честно говоря, в точках, отмеченных на карте знаком вопроса, вы можете получить новые задания. Похоже, мы далеко. Да, это вот на пути я делал сохранение. Давайте тогда в этом лагере отдохнем. Ну, может быть, так оно что-то хорошее нам принесет. Давайте отдохнем в этом, в том еще успеем. Другой форпост. Убежище Феймур. Выживание больше всего сейчас прокачено. Что-то прикольное. Типа такой, я сражался, а подмышка не вспотела. Ну, давайте, хорошо, эту сохраним. Ого. Посмотрите на глаза Флана. Даже я испугался. Такой, я здесь научился борщ варить. Да, это же... Это же... Что? Ничего, показалось. Слушайте, а действительно... Это же Руби. Да? Не знаю, я на всякий случай ее тоже сохраню, друзья. Вдруг это какая-то квестовая фотография. Я... Ну, смею предположить, что это Руби. Он похож. Так. Таких больше нет? Вы видели подобную красоту? В Инсомни? Угу. Нет, не видели. Но там и демонов с дикими зверями не было. Дикая природа прекрасна, но опасна. Потому что дикая. Но у меня вполне устраивает стена и кристалл. К ним еще нужен король, чтобы поддерживать щит. Однажды это время будет возложено на тебя, Нокт. Как думаешь, справишься? Да. Я постараюсь. Гладиолус с такими мышцами просто выдает непровержимые истины о том, что чем старше человек, тем больше ему лет. А мы с вами, как я и хотел, в этой части, друзья, отправимся на задание вот это. Загадочные обрывки уровня 4. Забьем лагерь. Не надо забивать лагерь. Забьем козла, которого мы сейчас встретим. И вперед. Вчера шашлык был идеально прожарен. Скажи спасибо Гладио. Он аккуратно поддерживал огонь в костре. Не за что. Это как раз по моей части. Ну, отлично. Гладио помогал готовить. И классно, что, ну да, вот по теме происходящего наши друзья общаются. Где мы? Вот эту область надо бы исследовать хорошо. Вдоль дороги. Может быть, сначала это сделать. Так, сейчас, друзья, сориентируюсь. Да, надо перейти дорогу. И давайте поисследуем немножко. Здесь несколько заброшенных автомобилей. О! Слава богу, вы меня услышали. Моя машина сломалась. Необходима запасная свеча зажигания. Помощь на автостраде. Принесите запасную свечу зажигания. Эта машина была в мафии. Первой. Они еще... Ну, похожи очень. Вот. Они еще Лука Бертона говорил, что она... Мурлычет как котенок. Ну, это точно по 300 опыта мы получили. И даже не так плохо, что у нас выкинуло. А в том лагере мы еще обязательно отдохнем. Так, ты поедешь? Во-первых, друзья, надо отключить этот маркер. Он сейчас мне не нужен. Или он будет ковыряться. Ну, давайте чуть-чуть постоим. Интересно. Я его сюда, что ли, поставил? Убрать. Вот так. Так, а здесь кому-то свечу зажигания, видите, вовремя ногтис не принес. И вот он, результат. Так что, хорошо, что с ним не произойдет вот такое же. Так. Это мы в какую сторону идем сейчас? Сюда, да? Ну, хорошо. До перекрестка дойдем. Как же это умыло. Ага. О, сабли-клыки это не помешает. Идите тише. Как-то он высоко забрался. Почему я не могу? О, теперь могу. Охота начинается. Я приятно убегал. Что тут скажешь? Эй, выйдем. Вот он я. Тебе конец. Не плохо, просто. Наскрутой. Легко. О, да. Еще и устаревшую серебряную монету взяли. Так, а эта дорога вот ведет к какому-то поселению. Наверное, с него и надо начинать. Она у нас... Ну, да. Давайте сходим. Она у нас, похоже, заброшена. Как и много чего в этой пустыне. Но все же. Супер. Так, посмотрим, что у нас на указателе. Три долины. Называется это место. Ну, если я ударение правильно поставил. Может быть, три долины там. Лариса, Наталья и Марина. Не знаю, друзья. Сейчас будем выяснять. На контейнерах ничего нет. Нет. Музыка прям Legend of Man о чем-то напоминает. Парковка. Три долины. Если ударение правильно поставил. Так, ну, посмотрим. В этом большом здании ничего. Кстати, у нас есть где-то список выполненных заданий. Так, перемещение. Два выполнено. Да, вот они, друзья. Отлично. Попадают они сюда. Это хорошо. Я еще, вот смотрите, что обнаружил в снаряжении. Если табуляцию нажать, тут можно почитать. Есть много различных видов оружия. Только ногтис владеет всеми видами оружия. Остальные специализируются на паре видов. Основном и дополнительном. Гладиолус. Двуручный меч. О дополнительном щите заклинания. Игнис. Кинжал. Древковое оружие и заклинания. Промто огнестрельное оружие. Механизмы и заклинания. Вы можете переодевать персонажей в различные костюмы. Некоторые костюмы меняют не только внешний вид персонажа, но и его характеристики. Для каждого союзника можно выбрать прием, который он будет применять в бою. Приемы растут в уровнях и становятся более эффективными по мере использования. С заклинаниями нужно экипироваться так же, как и оружием. Однако, они расходуются с каждым использованием. При полном использовании заклинание исчезает из инвентаря. Значки в меню снаряжения и их значения. Понятно, атака, защита, сила, живучесть. Влияет на соответствующие характеристики. Магия, сила духа, увеличение очков здоровья, увеличение очков магии. Сопротивление огню, сопротивление льду, сопротивление молнии. И сопротивление тьме, и сопротивление выстрелом. Вот отдельно выделено, как сопротивление. Так, на этой стороне как будто шурф шахты должен быть, и подъемник этот завален. Тут ничего. Мы можем по нему подняться? Тогда... Ой-ой-ой, не-не-не-не-не, это уже стало целой мини-задачей. Давай, ногт. Аккуратненько. Аккуратненько. Так. Крутое такое огромное колесо. Я не хотел падать еще. Так, сейчас будем пытаться подняться. Вперед. И вверх. Вперед и вверх. Вот сюда. Давай, ты сможешь. Ну... Только ноги переломал. Ну, вроде бы там нет ничего, ребят. Посмотрим это здание. Так. На крышу можно забраться? Отсюда вряд ли допрыгнет. Сколько всяких железяк должно лежать в этих руинах? Почему нет ничего? Так, ну здесь вот, кстати, что-то можно добывать. И мы приближаемся с вами к месту... Где мы по карте? Да, уже перешли. Сюда приближаемся к месту, где у нас квестовая... Какая-то штучка лежит. Ну, кто там мешает мне собирать? Прицелиться не могу, только шум поднимают. Так, сейчас я их вот этим вжарю. Давайте сюда. Не люблю этих дверей! Я мой! Да что за! Смотри, куда бьешь. Извини. Просто действуй! Тут же саблик-посты. Ого! Вот это он их размел. Неплохо. Вперед! Тут и сокровище, и что-то растет. Надо все собрать. Золотая пыль, радужная пыль, серебряная пыль. Так, друзья, вот это вот я вынужден ответить, потому что это... ...из автосервиса. Да, Алексей, алло. Алло, алло. Да, да-да. Машина готова. А сколько ты там будешь еще? Ну, смотри, мне ехать, ты знаешь, не быстро. Я тогда сейчас буду собираться. И еще, скажи, Леха, на карту можно будет тебе скинуть? Что там получается? Угу. Ну, отлично, полирнули тоже, да? Ну, скажи, на бампере, когда полировали, там не начала лучиться краска? Нормально? Хорошо, Леха, хорошо. Ну все, тогда я собираюсь. На карту можно будет, да, тебе перевезти? Ну все, тогда номер тоже там скажешь. Все, добренько, спасибо большое. Двигаюсь в твоем направлении. Угу. Да, давай. Вот так вот, друзья, понимаете, этот дурацкий ураган. Ветка сорвалась, трахнула по капоту, и просто 70 долларов как с куста. Винда положь. Ну там не сильно примяло, но, конечно, неприятно. Так, ну как вы понимаете, я вынужден по... Угу. Вот этим вот обстоятельством заканчивать часть, но давайте мы все-таки возьмем уже эти обрывки и сокровище возьмем. Так. Эй, смотри, куда прешь. В сокровище у нас меч Бреннера. И это для Гладиолуса. Ничего себе. 197, а это 240. Давай, конечно. Хочется даже посмотреть, как он будет в действии. Так. Где-то здесь. Тогда ищем. Это оно. Это оно. Опять обрывы карты? А где же сокровища? Карта Сильвестера. Фрагмент Си-1. Ребят, на этом вынужден прерваться, но очень скоро вернусь к вам в 13-й части, и мы продолжим проходить Final Fantasy 15 на 100%. Редактор субтитров А.Семкин 1, 2, 3, 3, 3, 2, 3. Подписывайтесь на наш канал, субтитры А.Семкин, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 8, Продолжение следует...